37 лет назад произошла авария на Чернобыльской атомной электростанции. Крупнейшая техногенная катастрофа прошлого века. В Ульяновске память погибших от радиации почтили траурным шествием. К памятнику колокол Чернобыля горожане возложили цветы. В мероприятие приняли участие представители правительства, администрации города, школьники, студенты, юнормейцы и сами ликвидаторы. Халиуов Халиль отправился на ликвидацию аварии в Чернобыле добровольцем. Был в радиационной разведке. За свою жизнь он повидал многое. Был в Афганистане. Признается, от увиденного в Чернобыле было тяжело на душе. Самой впереди разведка. Мы снимали степень зараженности, Припяти, хьяд, то есть хранение ядерного топлива. И также все приближайшие районы Чернобыльской области. Мы ушли добровольцами туда. Нас никто не принуждал. Мы сами добровольно пошли туда служить. Ну, были в самом начале ликвидации аварии. В Ульяновской области в настоящее время проживает 1137 участников ликвидации катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. Также есть граждане, которые проживали на территории, подверженной воздействию. Это жители Корсунского, Вишкаемского и Инзинского районов. Все они получают меры социальной поддержки от государства. Кроме того, данные граждане освобождены от уплаты налога на автотранспортные средства свыше 150 лошадиных сил. Кроме того, данные граждане имеют право на получение жилищной субсидии. То есть данные меры воспользуются в этом году два человека. Также для ликвидаторов действуют льготы на оплату коммунальных услуг в размере 50%. Ежегодно для них организуются целевые поездки в пенсионаты, а также экскурсионные поездки по регионам Поволжья. За здоровье ликвидаторов отвечает Центр профпатологии в Засвияжье. Ежегодно более 300 человек получают там лечение.